Изучаем бросание. Давайте, для простоты, пусть вероятность выпадания будет у нас одна-вторая. Это, в данном случае, как раз совершенно неважно. Рассуждение будет такое, которое и в общем случае легко проводится. Давайте вспомним, что мы уже знаем, и поймем, что это не вполне то, что интуицией нам кажется, что так должно быть, что подсказывает интуиция. Если мы много раз бросаем монету, то интуиция подсказывает, что, в принципе, отклонения возможны, но, скорее всего, довольно быстро эти сломые отклонения исчезнут. То есть, берем любую случайную последовательность, нулей, единиц, 0, 1, 0, 1, 1, 0, и так далее. Сколько на начальном участке единиц, а сколько нулей, по большому счету, и будет понятен. Вот так говорит интуиция. Причем, заметьте, она утверждает, что, в общем, более-менее любой человек, когда мы начнем бросать монету, это получит. Что это означает? Да, еще будем писать не 0, 1, а 1, минус 1. Так легче, согласитесь. У нас, ну, при каждом броске, либо 1, либо минус 1, соответственно, мы имеем дело с вот такого типа путями. Понятно, да? Случайно. И у каждого такого пути есть точки с координатами 1, y, 1, 2, y, 2, и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. Что такое y, n? Это сумма вот этих векторов. Каждый из этих векторов имеет какие-то координаты. Абсцисс у него это обязательно единица, а координата что такое? Либо плюс 1, либо минус 1, да? Давайте ее обозначим эпсилом. Кат и вектор были вот так. Значит, y, n, это сумма. Эпсилом 1, эпсилом 2, и так далее, эпсилом n. Где эпсилом катая с вероятностью 1, 2, это единица. И с вероятностью 1, 2, это минус 1. Вот такой самый-самый понятный простой случай. Простание монеты. И мы хотим доказать, что в некотором смысле y, n, по модулю маленькая. Одну вещь мы уже делали. В самом начале мы вычисляли сумму квадратов величину y, n, по всем путям. Сумма квадратов. Неравенство Чебышева. Для того, чтобы его доказать, мы смотрели вот такую сумму. Красивый прием. Самая первая лекция курса. Кстати, по всем путям, сколько их шуток, этих путей? Хотя вы это помните? 2 в степени n. Так, правильно. У путей 2 в степени n. Последний шаг. Это либо прибавление единицы, либо вычитание. Вычитание. Значит, мы вместо вот этого можем написать и здесь уже по всем 2 в степени n-1. Поймите, полученные бросаниями n раз, получается так, нужно n-1 разбросить и потом еще пойти и вверх, и вниз. Ну, посмотрели на последний бросок. Да, а это вы можете в квадрат в степени и сложить. Что это будет такое? 2y, n-1 в квадрате плюс 2. Да, 2y, n-1 в квадрате по всем 2 в степени n-1. Плюс 2y, минус 2y исчезнут и плюс 2. Только это, конечно, не 2, а 2 на количество раз. Сколько это только появится? Я специально написал. 2 в степени n-1. Да, это двойка возникнет в новый раз. Понятно или нет, что у нас получается? Ну, вот давайте вот это выражение мы обозначим fn, да? Тогда это будет что такое? Это будет 2 fn-1 плюс 2 в степени n. Ну, хорошо, по-моему, теперь уже легко. Что такое у нас f1? Это 1 в квадрате плюс минус 1 в квадрате. Это 2. Это 2. Это будет 2х2 плюс 2 в квадрате. Сколько? Сколько? Ну, это будет 2 умножить на 2 в квадрате. Так. А f3? Сображаем. 2 умножить на 2 в кубе? Нет. Это надо 2 умножить на вот это и прибавить еще 2 в кубе. 2 на 2 в кубе плюс 2 в кубе. Сколько будет? 3 на 2 в кубе. 3 умножить на 2 в кубе. Хорошо. А f4? 4 умножить на 2 в четвертый. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что, когда вы здесь умножаете на 2, будет 3 на 2 в четвертый, еще прибавляете на 2 в четвертый. Вот она общая формула. fn – это n умножить на 2 в степени n. Ну, в общем случае, когда речь идет о каких-то больших вариантов пространствах, не только о пространстве монетки, то, конечно, обычно не пишут так, а умножают каждый раз на вероятность. То есть, вот эта вот формула записываю, смотрите, yn в квадрате еще делят на 2 в степени n. Ну, потому что каждое событие еще надо учитывать столько раз, какова ее вероятность. И поэтому, что называется научно, это говорят так, что дисперсия величины, дисперсия – это среднее значение квадрата разности между величиной и ее средним значением. Среднее значение – плюс единица y, плюс единица – это ноль, поэтому можно не учитывать в данном случае. А в общем случае надо было бы из величины вычитать еще ее среднее значение. Так вот, дисперсия равна n, ну, а, соответственно, сумма квадратов – это просто-напросто n умножить на 2 в степени. Сумма по всем путям. Как оценить это? То, что yn больше какого-то положительного числа a. Очень просто. Смотрите, мы вот эту сумму по всем путям разобьем на 2. Там, где yn не больше, чем a, и там, где yn больше, чем a. И те слагаемые, где yn не больше, чем a, просто выкинем. Что тогда у нас получится? По всем путям, внимание, где yn больше, чем a. Так вот, эта сумма у нас будет меньше или равна. Почему меньше или равна? Потому что по этим путям и выручим. Вот такое неравенство верно. Раньше было равенство, когда мы часть путей отбросили, теперь неравенство. Но это же больше или равно, чем a в квадрате умножить на количество таких путей. Давайте буквой n обозначим количество тех путей, где yn больше, чем a. Кстати, вероятность, это есть вот это вот наше n большое делить на 2 в степени n маленькой. Правильно? То есть n большое делить на 2 в степени n маленькая не превосходит n делить на a квадрат. Да-да-да-да-да. Не превосходит n делить на a квадрат. Ну вот. Вот это вот и есть неравенство, чем шум. Что-то казалось бы, здесь n вверху. Это большое число. А потому, что вы можете вместо числа a написать какую-нибудь величину, ну, например, вместо числа a написать тысячу корней из n. a – это тысяча корней квадратных из n. Имеем право? Имеем. И в таком случае мы получим такое неравенство. вероятность того, что yn по мотулю больше, чем тысяча корней из n меньше или равна, чем 1 миллионная. потому, что n и корень из n в квадратных сократилась, а там случилось 9 на 1000 в квадрате. И, значит, уж слишком сильно yn отличаться от нуля не может. Только смотрите, что здесь фактически написано, что когда вы берете конкретное число n, то из всех путей абсолютное большинство отклоняется не больше, чем на тысячу корней из n. вот в этой точке, в точке n. А что они делали до этого – не очень понятно. И что они будут делать после этого – тоже не очень понятно. Просто большинство путей в момент времени n недалеко ушли, так? И смотрите, что мы можем делать. Берем монету, бросаем ее. И представьте себе, что в какой-то момент очень много гербов и мало режут. Или наоборот. А потом опять-то он нормализуется. То есть это неравенство, оно, конечно, называется закон больших чисел. И, действительно, среди путей большинство – это такие. Но, смотрите, это неравенство не о пути, а в некотором смысле о срезе. То есть вот у нас есть путь какой-то. Малетка кидает, 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 кидает. А неравенство, которое мы сейчас доказали, означает следующее. Что, когда мы берем момент времени n, и сюда вот корень и неравенство, сюда корень и неравенство вкладываем, ну, в некоторое состояние, что большинство путей будут в этот момент времени здесь. Но он ничего не говорит о поведении пути. Понимаете, да? Это срез. Не тот, как путь ведет себя. А интуиция гласит, что вообще-то большинство путей всегда не сильно отклоняются. Понятно, что мы сейчас хотим сделать? Мы хотим рассказать о путях, что называется, вдоль, а не только о том, что происходит в момент времени. Замечательно. Как ни странно, неравенства Чебышева для этого абсолютно недостаточно. Единственное, мы сейчас не будем смотреть в каждый момент времени. Потому что не хватит, что называется, точности и неравенства. Ну, просто так задачу решить нельзя, в принципе. А мы сделаем такую замечательную штуку. Мы посмотрим в достаточно редкие промежутки времени. А именно, n равняется m квадрату. И для каждого такого промежутка мы напишем неравенство Чебышева. А дальше скажем, что между m квадрат и m плюс 1 квадрат не такое уж и большое расстояние. Всего лишь 2m плюс 1. 2m плюс 1 это ничтожная доля от m квадрат при больших m. И, значит, если мы проконтролируем в такие моменты времени, то все будет хорошо. Так, проект понятен? Замечательно. Конечно, брать а это тысячу корней из n безумия. У нас ничего не получится. Давайте делаем так. В качестве, во-первых, n это m квадрат. В качестве числа А возьмем m в какой-то степени. Я потом скажу, что это будет за степень. Некоторая степень t. t это будет некоторое положительное число. Зачем я это делаю? Я, конечно, мог бы сейчас написать, возьмем m в такой-то степени, но это выглядело бы как фокус. Было бы непонятно, что называется, почему именно такое число t. А вот давайте мы сначала возьмем число t и попишем неравенство. Собственно, вот это неравенство. Только надо вместо тысячи корней, так, вместо n надо написать что? m квадрат. Квадрат. Замечательно. Больше чего? Больше чем m в степени t. А здесь что у нас будет? m квадрат разделить на что? m в степени 2t. m в степени 2t. Отлично. Для любого натурального числа m и положительного числа t верно такое неравенство. Неравенство Чебышева. Мы просто конкретно вместо a подставили вот такую величину. Давайте сообразим, что это за такие вот величины. Это вероятность того, что путь сильно отклонился. Согласны? И вот эта вероятность не больше такой величины. Очень хорошо. Очень хорошо. Давайте это запишем как m в степени 2 минус 2t. Для тех, кто еще не слышал, давайте я объясню, что у нас тут сходится. Задаю себе вопрос. Сходится такой ряд или расходится? На всякую ошибку сходится. Когда вы складываете одну вторую, одну четверть, одну восьмую, одну шестнадцатью и так далее, то эта сумма при бесконечном числе равна единице. Почему? Потому что когда вы берете отрезок и длины один, и вот так вот откладываете, каждый раз берете половинку от того, что осталось, то вы никогда не выйдете за пределы этого отрезка. А вот когда вы берете, скажем, числа обратные к натуральным, так называемым гармонический ряд, то будет все совсем наоборот. Один, одна вторая, одна третья, одна четвертая, одна пятая, одна шестая, одна седьмая, одна восстая и так далее. Почему этот ряд невозможно назвать сходящим? Смотрите, вот эта сумма больше одной второй, эта сумма больше одной второй и так далее. Вы каждый раз берете после очередной степени двойки и вплоть до очередной степени двойки слагаемая, и этот кусочек даст вам больше, чем одну вторую. Двигаясь шажками по одной второй, вы, естественно, уйдете в бесконечность. Так вот вопрос, как узнать, сходится такой ряд? При каких темп он сходится, а при каких расходах? Когда вы будете смотреть на то, выполнено такое условие или нет, то в первые несколько моментов, пусть это вас не так интересует, а интересует, начиная с некоторого момента. Итак, давайте, пусть у нас есть такой ряд P1, P2, P3, P4 и так далее до бесконечности. И пусть он сходится к некоторой величине P. Это все положительные числа. Тогда для любого положительного числа эпсила вы можете назвать такое число K, что начиная с К слагаемого P, P, P1, P2 и так далее, и так далее, это будет меньше, чем эпсилл. Но, собственно говоря, это и есть на преисходимости рядом. Что хвост маленький, что несколько первых членов, они, конечно, могут быть какие-то, но какое положительное число вы не взяли, у вас есть такой хвост, который уже меньше, чем это число. А это значит, что те последовательности, те наши пути, которые плохие, окажутся, вот их вероятность окажется меньше, чем эпсилл. Согласны? Отлично. Значит, нас интересует такой вопрос. Можно ли подобрать число T, чтобы ряд вот такой вот M в степени 2 минус 2T являлся бы сходящимся? Можно ли? Можно ли подобрать число T так, чтобы сумма M в степени 2 минус 2T, это был бы сходящий ряд? Сумма обратных квадратов сходится? Сумма обратных квадратов, да, конечно, сходится. Поэтому T, если взять двойкой, будет сходить. Если взять в качестве T двойку, то будет сходиться, да. Мне нужно поточнее условие. Дело в том, что у меня же какая проблема. У меня не только этот ряд должен сходиться. Это же я посмотрел только на квадраты. А у меня же, вы же помните, у меня речь зашла о том, что весь путь будет не сильно отличаться. будет меньше минус 1. Объясняю почему. Потому что гармонический ряд, одна первая, одна вторая, одна третья, одна четвертая, одна пятая и так далее, как я уже объяснял только что, расходится. А вот если здесь написать в степени 1 плюс альфа, где альфа больше 0, то этот ряд будет уже сходиться. Вот это вот число, 2 минус 2t, должно быть меньше минус 1. Ну, то есть, T должно быть, наоборот, больше, чем 3 в 2. Во-первых, это еще и доказать надо, это мы сейчас делаем. А во-вторых, и это главное, мне еще надо что-то сделать с не квадратами, а промежуточными числами. Хорошо? Вот давайте сначала все-таки разберемся с этим. Почему же такой ряд, когда альфа больше 0, обязательно сходится? Здесь замечательная идея. Надо числа разбить по степеням двойки. Объясняю. Вот любое число расположено между какими-то двумя степенями двойки. 2 в степени l и 2 в степени l плюс 1. Согласны? Замечательно. И вот представьте себе, что у вас есть какое-то число m, которое между ними расположено. В таком случае единица разделить на m в степени 1 плюс альфа. Как себя ведет? Заметьте, мы сейчас доказываем, что ряд сходится, поэтому нам нужно неравенство вот такое. Меньше или равно чего? 1 делить на 2 в степени l. Чего? 1 делить на m больше или равно? 2 в степени l плюс альфа l. Правильно. 2 в степени l умножить на 1 плюс 1. Но сколько таких чисел, которые больше или равны, чем 2 в степени l и меньше, чем 2 в степени l плюс 1? 2 в степени l. 2 в степени l штук. Значит, если вас интересует вот такой кусок, то все его числа не больше этого, и их ровно 2 в степени l штук. Поэтому сумма в таком куске не больше, чем 2 в степени l разделить на 2 в степени l плюс альфа l. А это единица делить на 2 в степени альфа l. Понятно? Что это означает? Что вопрос о сходимости такого ряда будет решен, если сходится ряд вот такой. Ну, вместо l в степени лиджуну. А это же просто-напросто геометическая прогрессия. А что нужно, чтобы сходилась геометическая прогрессия? Чтобы знаменатель был больше единицы. Больше единицы. А это 2 в степени альфа. Если у нас 2 в степени альфа больше 0, то это бесконечно убывающая геометическая прогрессия. И, значит, ряд сходится. Таким образом, вот такой вот ряд сходится, если альфа больше нуля. Отлично. Теперь рассмотрим число, не являющееся квадратом. Можем ли мы для него как-то оценить величину и геометической прогрессии? Значит, ну, это значит, где-то плюсом. Здесь m в квадрате. Здесь m плюс 1 в квадрате. Здесь m минус 1 в квадрате. И вот есть какое-то число n. Как оценить yn? Какое здесь расстояние? 2n плюс 1. Правильно? Какое здесь расстояние? 2n минус 1. Да. 2m минус 1. Давайте для каждого числа рассмотрим такую штуку. m квадрат, где это будет? m квадрат плюс m. 1. Да? И здесь то же самое. Рассмотрим число. m минус 1 квадрат плюс m минус 1. Когда вы из m плюс 1 квадрат вычтите m плюс 1. Вы понимаете, что произойдет? Вы понимаете, что произойдет? m плюс 1 квадрат минус m плюс 1. Сколько это? Эти числа будут соседние. Вот. Даже не соседние. Это оно и будет. Да. Они совпадут. Они совпадут. Они совпадут. А это означает, что когда вы берете число m квадрат и идете от него вправо на m и влево на m, и так делаете с каждым квадратом, то вы покрываете весь натуральный ряд. Значит, вы преспокойнее можете считать, что число n попало в один из таких кусочков. Все. Картинку уже стираю и просто пишу. Пусть так получилось, что n отличается от m квадрат не больше, чем на m. Для любого натурального числа n найдется такое натуральное m, что отличие от m квадрат не больше, чем на m. Посмотрим, насколько тогда отличается yn от ym квадратного. Соображаем. Что такое yn? Это сумма x1, x2 и так далее xn. А ym квадратное – это то же самое, как на m квадрат. Каждый из y плюс минус единица. Понятно, что отличие будет не больше, чем на m. А теперь смотрите, какая замечательная идея. Вот у нас здесь было неравенство. Вероятность того, что y с номером m квадрат меньше или равно, чем m в степени t и меньше, чем единица минус m в степени 2 минус 2t. И получается, что y со значком m квадрат будет не больше, чем m в степени t. Отлично. Отлично. Если выполнены все такие неравенства, точнее, все такие неравенства, начиная с тектора места, то в таком случае будет выполнено и неравенство, что yn по модуне будет не больше, чем m плюс m в степени t. Вот. То есть, на самом деле, yn будет по модулю меньше, чем n в степени t. Ну, почему n? и неравенство будет не больше, чем m плюс 1 в степени t. Так? n в степени t 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 не меньше, чем m минус 1 в степени t. Значит, число m не больше, чем m плюс 1. Понятно? корень из n плюс 1 плюс корень из n плюс 1 в степени t. Так? Давайте думать, что это на самом деле означает. Это означает, что y n если t у нас будет больше единицы, да, что y n по большому счету это n в степени t по полу. Правильно? Внимание! Это будет верно, начиная с некоторого места для всех, кроме там небольшого количества. Что же нам осталось, что называется, осталось сделать? Чего нам осталось добиться? Что мы уже успели сделать и что не успели? Модуль y мы выразили через n. Да. нужно, чтобы t было меньше двух. Если у нас t будет двойка, то это неравенство становится тревяльным. Потому что, ну, какой смысл? Если t это двойка, то y n меньше, чем n плюс 1. ну, да, даже больше глупость какая-то. Потому что y n, оно не бывает больше, чем n. Но если t меньше единицы, то это неравенство. А это означает, что y n существенно зажато. что когда вы разделите на r, это будет маленьким. Замечательно. Возвращаемся. Что же нам нужно? Что же нам нужно от этих чисел? Для того, чтобы проверить, что для почти всех такое неравенство будет верным. до сходимости ряда. А сходимость ряда это какое условие? Мы уже помним. Показатель степени должен быть меньше минус единицы. Меньше минус единицы. Отлично. Давайте напишем собственно эти неравенства. t должно бить. Вот здесь у нас оценка, которая становится глупостью, когда t двойка или больше и является нужной нам, когда t меньше дво. Здесь оценка, которая даст нам доказательство, если вот этот показатель будет меньше минус единицы. получили систему из двух неравенств. t меньше двух, 2 минус 2t меньше минус 1. Что это такое? t должно быть меньше 2 и больше чем 3 вторых. Бывает такое число? Бывает. Любое такое число можно взять. Например, 7 четвертых подходит. Например, один из шестых. Может быть такое. Число между тремя вторыми и двойкой существует. А в таком случае у нас все хорошо. Вот это называется усиленный закон больших чисел. Разумеется, он верен в гораздо большем количестве случаев, потому что здесь был самый-самый простой приз.